Последний летний месяц – бахчевой рай, время арбузов, дынь и отравлений. Дело в том, что эта культура, естественно, созревает только к концу августа – начало сентября. Все, что покупатели видят на прилавках до назначенного срока, скорее всего, имеет в составе вредные вещества. Об этом говорит и неестественно большой размер арбузов и дынь. В Москве существует целый проект, активисты которого проверяют точки продажи бахчевых на легальность, а также с помощью специального прибора оценивают норму содержания в них нитратов. Вооружившись таким прибором, а его может купить абсолютно любой человек в свободном доступе, сотрудники Управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Истра совместно с представителями народного контроля отправились на местные торговые точки. 90 миллиграмм на килограмм продукта. В нашем тестере запрограммирована допустимая концентрация нитратов. Дисплей выводит результат в виде трехцветных индикаторов. Красный – превышение нормы, продукт опасен. Желтый – будьте осторожны, незначительное превышение нормы. И зеленый – продукт безопасен. 201 – существенное превышение. Ни один арбуз, ни одна дыня проверку эковизором не прошли. В то время, как, например, помидоры тест сдали положительно. Ради интереса народный контроль попросил в одном ларьке с арбузами ветсправку на товар. Такой на руках у продавца не оказалось. У администрации местного рынка свое мнение. На основании чего сделана эта запись, на основании чего проводилась проверка, нам никто не ответил. Они заявили, что пришли как частные лица покупать арбуз. Данная информация была записана вами и будет представлена в средствах массовой информации, что будет, скажем так, вводить народ в заблуждение. На данный прибор не было представлено чека, когда он был куплен, годен ли он, сертификата о его соответствии. Не было представлено данных о поверке, которая была и о поверке, которая грядет. То есть данный прибор является прибором для бытового использования и имеет большую погрешность. На сегодняшний момент на территории нашего рынка богчевыми культурами и в целом торгуют те люди, которые при заезде на территорию получают ветеринарные заключения. По словам Эдуарда Горелого, проверка товаров, реализуемых на данной площадке, осуществляется врачами государственной ветеринарной станции, которая располагается в здании администрации РИКа. Организации заключили между собой договор. Станция предоставляет врачей специализированное оборудование и выдает официальное ветсвидетельство. И если вдруг его не оказалось на руках у продавца, покупатель может посмотреть его копию в здешний ветстанции. Бахчевые у нас поступают на рынок, мы проверяем партию. Неважно, сколько точек, 5 или 10 человек он поставит продавцов, партия проверена. Дается заключение, дается корешок. Продукция проверяется прибором «Эксперт». САЕК – прибор бытового пользования. Он не является измерительным прибором. Нитраты он превышает от 10 до 100 раз. Это как бы официально есть заключение, документ. Редакция ИСТРРФ предупреждает зрителей. Единственным точным тестером на содержание нитратов являются исключительно лабораторные исследования. Бытовые приборы, используемые для любительской проверки, могут выдавать большую погрешность. Но покупать их и ставить эксперименты никто не запрещает. Итак, мы продолжаем. Арбузы и дыни экзамен не сдали. Помидоры проверку прошли. Что скажет прибор насчет кабачка, вырученного на даче? Радиоактивный. Деревня Леонова, Ужаровская. Нитраты в норме. Никаких нитратов, только навозки и стер. Домашняя клубника проверку бытовым прибором тоже прошла. Едем дальше. Следующая остановка в теруправлении «Обушковская». Заходим в палатку и проверяем все, что видим перед собой. По итогу виноград, слива, груши, абрикосы, нектарины и клубника оказались в зеленой и желтой зоне. А вот к завалившим тест арбузам и дыням тут добавились обычные и плоские персики. В Аносино-Бахчевые тоже проверку не прошли. Но вердикт выносить не нам. По результатам проведенных мероприятий будут направлены письма Роспотребнадзор Московской области для проведения мероприятий в рамках компетенции по проведению обследований, проверки тех хозяйших субъектов, которые вы сегодня видели, которые мы сегодня осмотрели сами нашим прибором и, соответственно, приняли решение в рамках действующего законодательства. Напоминаем, данное мероприятие является экспериментом, а не контрольной закупкой. Право выбора остается за покупателями. В свою очередь, редакция ИСТРРФ и сотрудники администрации рекомендуют жителям покупать сезонные овощи и фрукты.